все знаете петрович видите меня да и слышите я не слышу звук 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 должен быть звук я проверял звук вроде бы слышно и я вас слышу замечать геннадий петрович меня зовут алексей я руководитель центра московского долголетия там где работает сергей переверзи сейчас уже люди будут подключаться мы из-за того что ограничены во времени подключаемся вовремя вам огромное спасибо что вы вот такой пунктуальный человек спасибо и вам и я обычно так начинают с какой там стихотворение цели еще чем чего-нибудь и вот на на вот эту тему которая сейчас у нас имеется у меня такое стихотворение на давно еще уже было сочинено как хочется хороших новостей чтоб кончилась война и дети гром не путали со взрывом цвели сады и наслаждаться тишиной той тишиной что называем миром здорово геннадий петрович нам люди еще подключаются с удовольствием вы еще раз послушали и к нам в центр тоже люди стали подходить так как дома нет компьютера и у нас получается что прямой эфир не только попадает данный в наш центр буквально на одну секундочку соседнюю локацию забегу и возвращаюсь хорошо хорошо мне что-нибудь говорите или ничего не надо говорить как вам удобно немножечко немножечко там буду рассказывать я сейчас вот как раз отвечаю своему как бы сказать корреспонденту человеку который как-то мне доверяет который в меня там поверил который видит в меня специалиста и вот он спрашивает вот у меня понижена уровень энергетики а вес у меня ниже нормы вот как мне что мне делать вот можно мне голодать для того чтобы повысить энергетику а я ему как раз вот отвечаю что знаете ну вы же же голодали выше же там то есть пятое десятое делали и постарайтесь вот если вам это как-то не помогает если вам это чувствуете не получается поискать новое нечто поискать но вот когда вы чувствуете себя хорошо когда вы знаете спокойны уравновешенные вот то есть новые методики поискать для себя а не упираться в старую и узнаете старое что-то долбят 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 никакого толку нет потом люди разочаровываются и говорят надо быть очень гибким раз одно другое третье пятое подобрали то что для вас и практикуете и наслаждайтесь здоровьем и спокойствием может какие-нибудь там вопросы от вас там будут потому что по вопросам гораздо легче просто отвечать там нежели так нежели вам сказать что заходите на мой канал я стараюсь на каждый день выкладывать знаете народные приметы как в этот день там народ относился к этому дню что желательно делать о чем эти предмет приметы там с точки зрения народного опыта говорят и как это все используют для себя вот так что вы много найдете о доброго здоровьица уважаемые я слушаю вас ну я вот уже рассказывал еще я с удовольствием повторю вот как я начинаю утро я встаю как правило там умылся пополоскал там во рту потом я смотрите обязательно принимаю семена тмина я их не жую а семена тмина примерно одна пятая чайная ложечка семена тмина вот я их проглату оказывается вот в нашем возрасте ну в котором мы находимся они помогают очень хорошо для нашего пищеварения они значит все бродильные там процессы подавляют нормализуют микрофлору и получается смотрите что у нас улучшается пищеварение лучше грубо говоря становится там стул вот у меня и что еще меньше различных там герпесов гриппа или еще я на себе просто почувствовал то есть очень интересная вещь а потом можно принять контрастный душ душик обязательно закончить его прохладной водичкой и все дальше я вот вот сегодня знаете я как раз прошел пять с лишним километров в парк пошел то есть вы можете выйти и походить по парку а потом уже как бы говорят на гулял аппетит вы уже кашку кушаете кашки знаете вот жена покупает такие быстро приготовимые в пакетиках то есть пакетик это кашки уже там с дозой этой кашки опустил 20 минут она там сварилась я туда добавляю маслица по вкусу соли сахара не надо в кашу это очень важно понимать чтобы крахмалы лучше переварились особенно каши надо их есть вот солью там еще там с чем-то даже надо сольца немножечко им хоть сейчас там пост ну если хочется там немножко а лучше еще смотрите попробуйте топленое масло оно помогает нам опять-таки переваривать пищу она помогает нам чувствовать как бы сказать вот теплее организму и все дальше я вот так вот начинаю но естественно должно быть раз бог нам дал этот день значит надо радоваться чё там чтоб он там не принес любое что нам приносит этот день это в основном для того чтобы мы как-то это восприняли и чему-то научились любым новостям которые есть там не не оценивая плохие хорошие а вот для себя а что они хотят нам показать и нормальный комитет как там освещение нормально нормально да ну вот так вот я начиная лично я а что еще я раньше постился и просто знаете это дело каждого человека знаете я как раз объяснял понятие пост пост это не столько постная пища а пост это вот интересное слово французская которая означает что человек занимает высокий пост и находится на посту то есть он не пропускает как солдат стоит на посту он посторонних не пропускает то есть человек стоящий на посту для себя и выяснил он не должен негативные мысли пропускать в себя и тем более их внутри там знаете вот это вот все это переживать то есть как вот в пост и тем самым мы себя возвышаем тем самым мы возвышаем от всего вот этого негативного отказавшись а то что касается питания но придерживаясь питания если мы там меньше жирного будем есть ну меньше там сладкое и вообще поменьше там еды то у нас получается знаете что мы тем самым позволяем нашему организму потихонечку очищаться вот допустим смотрите если мы грубо говоря килограмм пищи съедаем то наш организм должен этот килограмм переварить и вывести а если мы всегда ну к примеру 700 грамм то мы облегчаем работу своему организму по выведению потому что смотрите что делается поток пищи идет в клетке и так же поток отработанного идет из клеток назад для того чтобы выводиться и если мы поток принимаемой пищи немножечко уменьшаем то тем самым мы благоприятствуем тому что у нас будет лучше очищаться мы не мешаем себе вот такие вот вещи то есть я вот больше воспринял пост как вот это вот работа над своим собственным сознанием чтоб ты был спокойный а не то что голодный ругайся геннадий петрович еще вопрос можно вам конечно вот я сколько ходила к врачам никто мне не может объяснить у меня такое состояние вот когда я вечером ложусь спать по ногам или если я долго сижу по ногам проходит такое вот вы знаете у меня все сжимается и сердце плохо становится и пальцы даже на ногах сами вот двигаться начинают то есть а вот это неприятное ощущение как спазм какой-то вроде типа спазма не как спазм а просто пальцы вот так вот поднимаются на ноге ну это говорит о том что все таки организм не может расслабиться что-то вас беспокоит вы знаете что в таких случаях делаете вы принимаете ножные ванночки теплые ванночки приняли прогрелись и ложите спать минут там 10-15 обычно теплая вода тазик ножки туда опустили подержали чтоб как то вот это вот все это потому что вот это когда напряжение идет это говорит о том что ну остаточное напряжение надо расслабить лучше всего его расслабляет вода поэтому водички тепленькая так вот делайте делайте и потихонечку она будет лучше лучше хотя бы так по простая вещь видите ну это что сосуды или что это я думаю это просто-напросто у вас я вас не спрашивают кем там вы работали какие там в семье там как бы сказать отношения там переживания там за детей или там за внуков это просто вот у человека накапливаются вот эти все эти эмоциональные вот эти все вещи и они уже не дают спокойно расслабиться у многих людей это вот хорошо еще там с ногами у многих людей начинает болеть пояснице все сжимается по спине по лопаткам вот так вот из-за того что они могут расслабиться постоянно в голове крутятся какие-то проблемы что ли такое есть в голове еще один вопрос у меня сноха врач она требует чтобы я вторую прививку сделала я не хочу вот как вы считаете делать или не делать я вы знаете это уже ваша индивидуальная вещь поэтому я здесь ничего не буду говорить это каждый человек должен решить для себя это же добровольная добровольная вот вы и решаете на основании собственного опыта на основании собственных знаний и так далее и так далее все так что решайте сами есть вопросы которые вы должны сами решить это тоже важно а то мы все думаем что вот здоровье кто-то за нас делает процедуру какую-то кто-то за нас делает кто-то даже пожует а мы только проглотим видите а надо все таки кое-что делать самому так что вы уж извиняйте меня скажите пожалуйста как вы относитесь к вегетарианству к вегетарианству я отношусь положительно и я его пробовал и сыроедение пробовал и голодание пробовал то есть я многими вещами занимался и должен сказать смотрите вегетарианство очень хорошо подойдет летом летом как раз растут фрукты овощи все там такое естественно хочется там каши там все там такое отставить больше салатики и так далее и как раз вы височек сбросите лишнее там и организм очищается лучше чувствуете и кровь более жиже а допустим уже зима настает если мы вот знаете я раньше когда сыроедением занимался я летом вот сыроедил отлично все знаете ем там капусту помидоры то есть все ну все это было потом значит осень настает настает где-то декабрь и я чувствую я сбросил вес была энергия а тут я чувствую я начинаю замерзать у меня начинает с носа просто какая-то вода идти вот в зимнее время все-таки лучше вот как наши предки питались это значит каши там допустим мясца там так мясца если там оно есть борщичок вот это вот это знаете если хороший борщ сделать или там что там этот самый как щи побольше допустим овощи и получается такое же блюдо как вегетарианское только допустим на мясном бульоне оно с картошечкой то есть все сытно хорошо и тогда мы нормально чувствуем себя очень важно чтобы опыт предков которые вот здесь жили и которые в течение сотен лет они уже выверили что хранить как готовить как там питаться его использовать а когда мы пытаемся вот это все изменить и получается не совсем вот по теории хорошо что якобы это все свежее а на практике получается не то это еще хорошо что у нас магазины и поставки идут там знаете с этих стран а раньше то этого не было что тут выросло зато заготовили в погреб спустили и все так что летом в вегетарианте все там зимой уже так тушеные овощи вот это вот очень хорошо это масло набирает а вы знаете вот у меня была такая практика я отказалась от мяса отказалась от молочных продуктов и ну естественно сбросила вес и у меня упала температура тела о чем я говорю температура тела стала 35,6 35,7 и я не чувствовала холод я например на курточке там у тебя минус 5 а я не чувствовала ну хорошо хорошо я знаете рад за вас и здесь вот я высказал как бы сказать общее существует смотрите индивидуальная конституция все мы знаем за счет того что у каждого человека своя собственная конституция вот один любит соленое да другой любит сладкое третий любит кислое четвертый любит там много съел и не поправился а пятый немножечко съел и поправился то есть вот это тоже надо учитывать и если вы чувствуете что у вас хорошо ну продолжайте ну знаете я какую штуку заметил вот когда мы начинаем ну грубо говоря питаться вегетарианство делать и это вегетарианство переносим на зиму так знаете сурово занимаемся то получается что мы сбросили вес почувствовали легкость начали как бы летать и думаем о теперь я дальше буду салатики там то есть делать будет отлично кушаем и потихонечку сдвигаемся в другую сторону и начинают возникать проблемы которых не было раньше которые появились и мы не поймем а почему же они появились потому что раньше их не было и я вроде как хорошо делаю и мне было хорошо вот здесь важно остановиться на вот этой вот середине золотой ее придерживаться то есть немножечко там вареного немножечко там того чтобы вы вот это чувствовали вот эту грань а не перебали палку вот это очень важно вы так немножечко записывайте эти вопросики потому что целая неделька раз чуточек записали это ну я пришла впервые поэтому еще не среди я тоже первый раз а я второй раз мы подготовимся к следующему разу если у нас у нас возраст был в 20 лет да мы вообще ни о чем не задумывались и еле все подряд бегали как кони да потом допустим до 40 лет еще как-то какие-то болячки ну мы с ними да ерунда а потом уже чувствуем надо уже здоровьем заниматься иначе не будет вот видите все это меняется Геннадий Петрович скажите пожалуйста вот сейчас время весны все оживает расцветает чтобы не упустить вот этот момент может подскажете какие-то секреты на что обратить внимание я все время говорю что вот как раз начало весны и как правило витаминные запасы нашего организма подходят ну будем говорить к своему минимуму очень хорошо в это время проращивать зерно и я как раз на канале своем показу как можно много прорастить зерна и в этом зерне как раз у нас обилие витаминов самых лучших витаминов вот и делать просто такие интересные дополнения там и коктейльчики делать опять таки это отсылаю на свой канал чтобы там посмотрели и добавлять допустим в те же салаты в первые блюда в каши и получается что отличная знаете вот эта вот витаминная подкормка тех витаминов которые вот действительно работают и бесплатно даже какие-то необычные зерна надо проращивать где их можно купить их покупают в основном на базаре и существуют там магазинчики в которых в которых как раз продают зерно для для питания вот поэтому купили если вы там в ведро купите пшеницы это хватит на семью из четырех человек ну чуть ли не на полгода если не больше так что вы там так будете питаться этого дополнить лучше зерна пшеницы брать или горох может или еще что-то подскажите лучше всего пшеницы потому что как-то с ней легче работать легче там ее проращивать и легче из нее готовят разные блюда неделю оно должно прорасти или есть какие-то вот такие нюансы оно проращивается очень легко опять таки я на канале как раз все это показываю оно проращивается в течение двух суток далее храните в холодильнике и используйте там неделю две ну как вы там используете так что очень легко и просто я раньше когда не знал как проращивать я думал что ж такое как там в тряпочку смочил и так далее никаких тряпок ничего в кастрюльку туда пшеницы насыпал помыл ее ночью она постояла ее замочил на это на утро воду слил и она уже начинает прорастать как только проклевочек получился это как правило к концу ну к вечеру это вы целлофановый пакетик ну в смысле кастрюльку целлофановый пакетик и в холодильник не в морозилку а в холодильник чтобы она дальше не прорастала и берете горсточку в кашу или еще куда-то там я научился котлетки делать не отличить от мяса представляете перемолонное это самое ну я там показываю поджариваешь немножко чесночка добавил все как мясные идут а вот березовый сок ну березовый сок это надо чтобы у вас была береза уже да уже сокодвижение пошло поэтому если у вас есть береза значит раз дырочку сверлите вставляете если кто-то на дачу вот выезжает то этот момент лучше не упустить да ну я очень полезен березовый сок ну конечно березовый сок очень полезен вот и важно подобрать дерево дерево знаете не маленькое а чтобы у вас дерево было ну вот примерно такой толщины такое хорошее чтобы вы к нему тоже знаете относились с какой-то любовью с какой-то вот доверительностью дерево тоже живое это вот тоже важно понимать и ему так грубо говоря объяснить что я там возьму от тебя там сачка для пополнения здоровья а тебе я там как-нибудь удобрениями какими-то подкормлю или еще чем-то потом обязательно дырочку там замазать вот дело хорошее я просто как бы сказать как не использовал а это как раз вот сейчас время сокодвижения да именно вот март до середины апреля дальше пойдут листочки березовые которые тоже можно использовать и в еду там они очень полезны ну и прочее и вот такие маленькие когда листики они начинаются вот их можно использовать крапива крапиву молодую можно есть одувальчик молодой ну как она вот начнет появляться сейчас там еще по-моему морозы ну а как вот это все появляется можно использовать вы говорите что очень полезно сныть ну сныть я не возражаю да полезно серафим саровский он что-то там на сныте вот на сныте собирал ее сушил делал из нее там кашки там и хлебцы выпекал он что-то там не один год вроде как жил на ней представляете но опять таки это знаете вот сныть используем вот если есть грубо говоря там свой собственный огородик где вы там можете картошку там капусту вырасти и так далее и добавить еще сныти нормально а если конечно на одной сныти то тяжеловато то есть много очень трав которые очень полезны но не забывайте проросшая пшеница будет все равно лучше там гораздо больше всех этих витаминов и так далее и плюс когда зерно прорастает она превращается в солодовый сахар то есть это уже не крахмалистый продукт да там имеется смотрите вот вы мы с вами кушаем хлеб значит зародыш отделяется от зерна оболочка отделяется от зерна зародыши все витамины в оболочке все минеральные элементы и нам получается крахмал он он но хлеб лучше не есть ну нет почему хлеб кушаем он уже всякий там опять таки в меру вот а если мы вот этот еще проросший хлеб с вами будем кушать там разочек там его там даже не обязательно просто-напросто делать коктейли я беру горсточку проросшего зерна в блендер стакан этой самой простокваши чайную ложку меда все это взбивается получается коктейль выпиваешь вкусно хорошо приятно знаете даже жевать не надо а утром воду вы пьете до коктейля или прям с коктейля начинаете нет я воду особо не пью я уже говорил насчет воды в прошлом вот у нас есть чувство жажды и если у вас имеется значит вы там пьете а если не имеется то наш организм держит столько воды сколько надо вот мы выпили грубо говоря пол литра буквально таки минут через 20 идем в туалет и она выходит это кроме что то если там почки там промыть лишний раз вот это и вся не дала на морковный сок вот хорошо если вас я вот особенно вам рекомендую пожилым людям это смотрите сейчас столовая ложка яблок этого свекольного сока и стакан свежевыжатого яблочного сока на соковыжималке если у вас соковыжималочка есть делайте и вот можете с утра пить если вам хочется пить значит это прекрасно восстанавливает наш гемоглобин если у нас гемоглобин в норме значит мы здоровы и и бодры это тоже важно понимать вот это вот хорошая вещь сок я с его помощью там жена у меня когда была в положении был низкий гемоглобин ее там хотели в больницу положить я начал вот этот сок давить по два стаканчика на утречка пила и вечером и через недельку все нормализовалось то есть очень хорошо работает геннадий петрович скажите пожалуйста все стали жаловаться на то что во время пандемии ухудшилась память есть какие-то секреты как ее восстановить не забывать может какие-то упражнения какие-то секреты есть или что-то нужно съесть ну вот мы все значит привыкли самый легкий способ это что-то съесть это куча этих препаратов нам рекомендуется ну смотрите смотрите эти препараты в основном улучшают кровообращение но это не значит что улучшится память это предпосылка как бы сказать для лучшей работы мозга а для того чтобы у нас память была важно что-то заучивать сочинять какие-нибудь маленькие стихотворения например вот смотрите я такое каламбурное стихотворение сочинил сейчас вам это вам расскажу это сами себе будете там веселить и прочее вот смотрите какое ну а после этой даты оказался он поддатый и не важно что за дата главное она поддата а когда она поддата нам сойдет любая дата вот такие каламбурчики сочиняйте двух стихи дайте работу уму это важно понимать любой вот знаете как мышцы они у нас когда мы поднимаем тяжести они упражняются для того чтобы у нас память была мы что-то должны запоминать что-то должны работать умом тогда он будет у нас так значит в хорошем состоянии а если мы ему не даем мы работаем и тупо смотрим в телевизор и все там такое но у нас ничего не будет важно я говорю давайте ему работу я когда был там в свое время на отдыхе я сказал себе каждый день вот такой вот сочинять маленький стишок вот каждый день вот вот все что угодно вот например еще такой я сочинил был бы я дельфином смелым так нырнул бы в глубину и собрал там жемчуг белый что любимый так к лицу вот такие вот я говорю раз 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 и вы так если начнете вот этим заниматься вы как знаете в какое-то состояние входите и они потихонечку начнут начнут вам эти разные и стихи и все там такое ну грубо говоря голова работает трудится она лучше запоминает а без этого ничего толком не будет хотя вы там мозг там прочистите как угодно ну и чё мозг а информации то нету информации то надо работать со словами и так далее Геннадий Петрович а как физическая нагрузка влияет на работу мозга есть такая зависимость конечно есть дело в том что оказывается от физической нагрузки вот такой нормальной умеренной особенно такая как ходьба это важно понимать вот оказывается смотрите я сейчас вам такую тайну открою знаете самую большую тайну которая лежит в основе нашего здоровья оказывается человеческий организм нормально себя чувствует и поддерживает здоровье только во время ходьбы только во время ходьбы все остальное смотрите ходьба помогает движению кровообращение лимфообращение трата энергии трата энергии клетки кушают клетки выделяют клетки хотят есть видите зависит и аппетит и многое все все мышцы поддерживает свою активность нервная система естественно тоже активно она не засыпает когда мы с вами сели все вот сели и смотрим мы в таком каком-то ступоре находимся вот самые такие знаете простые упражнения особенно ходьба кровообращение лимфообращение газообмен у нас хорошо все дышим промывается и так далее то есть организм оказывается нормально себя только чувствует во время ходьбы далее идет положение лежа но лежа только во время сна если мы с вами сидим мы с вами пережимаем вены которые по которым отекает кровь от ног у нас застаивается кровь в этом а если сидим мало еще нормально а вот такие профессии как бухгалтера допустим водители у них уже профессиональные заболевания возникают на основе этого и вот когда мы прошли по свежему там воздуху и так далее нам лучше голова работает мы знаете что-то там такое видим какие-то ассоциации возникают и какие-то проблемы решаются многие говорят там те которые допустим инженера занимались научными разработками намного лучше вот это все после прогулочки или во время прогулочки писатели об этом же говорили вот Юрий Андреев говорит я намечаю какую-то главу и говорит вот пошел или побежал и пока я там пробежался час или полтора значит у меня уже созрела вот эта вся эта глава книги и так далее очень хорошо вот так вот работать знаете вот такие испандеры вы с ними ходите я называю это казачий ход у вас дополнительно работает кисть а здоровая кисть когда работает здоровое сердце оказывается понимаете не то что с палками там эти потом эту палку куда делать а это засунули да пошли отличная вещь вот поэтому улучшает и я рад тому что я хожу ежедневно как минимум 40 минут вот я знаете не беру там километраж прошел допустим пять с лишним километров так сказать какой то там можно так сказать рекордик да а я хожу 40 минут чтоб за эти 40 минут я дал неважно какой темп дал возможность вот крови прокрутиться продышаться лимфа лимфа если кровь у нас циркулирует по организму там ну и я так просто скажу примерно кровь циркулирует по организму ну примерно грубо говоря там минуту она там пробежала если не меньше то лимфа она часов шесть движется представляете движется а в лимфе там все эти у нас то что вышло из клетки то что идет в клетку то есть получается как у нас питается клетка из крови питательные вещества через лимфу ну через межтканью жидкость лимфа по существу проходит в клетку а из клетки отработано опять таки через лимфу поступает в кровь и вот здесь вот это все это болото создается и если мы его не будем гонять почему там баня помогает хорошо человек потеет и вообще когда человек попотел вот это знаете лишнее выбросилось и он более сразу оздоравливается а тут мы с вами с помощью ходьбы важно ходить не надо знаете быстро ходить или еще там что-то или еще много возьмите в охоточку прошли ну каждый день и вы знаете потихонечку так почувствуете как хорошо и вы у вас самооценка повысится что вы а смотрите а я уже хожу допустим месяц каждый день полгода я вам могу показать знаете сколько я сейчас сейчас я вам покажу у меня же этот программа стоит педагоги петрович у нас до завершения осталось две минуты а если вдруг я не успею и наверное все меня поддержат вам огромное спасибо за встречу мы теперь поняли что надо готовить вопросы чтобы было и нам интересно и вы могли ответить в таком формате да ну да да так а то допустим что мне интересно вам может там особо не быть интересно интересно и вот знаете если действительно вообще интересный человек собеседник и вы чувствуете от него какое-то добро какую-то энергию он может вас заряжать и напоследок вот такое стихотворение пусть вам мечтаются красивые идеи пусть мысли исцеления окружат пусть будут в сердце вашему стремлению которые до бога налетят и пусть от них сгорает скверно счастливее сложится судьба пусть очищается пространство для лучшей жизни здесь и навсегда опа чувствуете ах ооо вот это то что надо хорошо молодцы девчата давайте занимайтесь будем ходить по 10 километров не 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 10 километров пройдете устанете и бросите 10 шагов 10 шагов нет не надо шагов вы 40 минут 40-50 минут вот это самое лучшее это как раз за это время у вас энергия еще прокручивается это важно понимать а то просто спасибо большое здоровья вам спасибо чтобы еще раз порадовали встречами да здоровья удачи так что я с вами пока спасибо и вам спасибо все или еще там есть а все да ну и отлично пусть вам пусть вам мечтаются красивые идеи так а для вас мои зрители мои зрители на канале я прочту другое стихотворение я взял себе значит за как бы сказать за правило на каждый месяц новое стихотворение делать но пока до апреля у нас еще и есть время кстати я вот вы можете можете я записываю сны что что как после чего сон был то есть сон вам как бы сказать вот вы там занимаетесь тренируетесь чем-то он вам показывает возросла у вас энергетика или не возросла куда вы идете что с вами происходит это вообще очень важно так что записывайте записывайте свои сны 8 марта было поэтому хоть с опозданием еще разок такое стихотворение прочитаю сойти с ума в твоих руках так просто теряя мысли землю и себя с тобою невозможная возможность себя не мыслю без тебя ты самое большое испытание которое мне Боже подарил и я люблю тебя так искренне и нежно как только можно женщину любить для вас любимые женщины все мы с вами как говорится дети Божьи любимые и раз нас создали и важно друг друга любить понимать на этом заканчиваем и 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